Приветствуем всех, друзья! Сегодня у нас Будапештский Гэрбит, фактический разгром в 18 годов. Давайте посмотрим, партия достаточно интересная получилась и много красивых, фактических идей в этой партии было. В D4 белым играл Тибр Короли, достаточно интересный шахматист, тренер, тренировал Лека, тренировал Юдит Полгар, конечно, известные достаточно фамилии. В черном Юни Хектор, в свое время он был обладателем рейтинга 2600 и больше, сейчас у него и возраст уже приличный, и рейтинг упал до где-то 2450 в классику. Все равно достаточно приличный еще уровень остался, он является международным игросмейстером. C4 Е5, вот он, Гамбит всплывает, белый забирает Гамбитную пешку, он идет на поле G4, ну идея Конь C6, атаковать пешку Е5, ходом С5 можно атаковать пешку, Ф2 с темпом развивает слона. Белый играет спокойно Конь Е3, на С5 Е3, то есть они не пытаются удержать Гамбитную пешку, а хотят как можно быстрее спрятать своего короля в крепость. Конь C6, С2, то есть не нужно цепляться за эту пешку, отставать в развитии, лучше просто вывести фигуры и потом уже попытаться черных переиграть. Конь Е5, короткая рокировка, черные отвечают тем же, Конь C3, пешка бросается вперед, на самом деле, друзья, это даже не форточка для слона, а идея как раз ладью на А6, и ладья может приехать и подключиться к атаке на белого короля. Вроде бы король крепости, но видно, что у нас конь посматривает, слон, после того, как ладью пробросим, можно будет сыграть еще Д6, второй слон подключится, ну и фактически все фигуры быстро входят в игру, кроме ладьи и Ф8, хотя линия есть и для ладьи, полуоткрытая. Б3, Конь F3, Конь Е5, хотим разменяться, белый, конечно, против играет слон Е4, а ладья А6, ладья отправляется в путь пугать белого короля. Видимо, лучшим возражением здесь был ход Ф4, чтобы и коня из центра отбросить и нарушить взаимодействие черных фигур. Ну, допустим, Конь Ж6, ну и видно, что ладья может попасть максимум только на поле Ф6, на поле А6 она уже как минимум не попадает. Тем не менее, в партии Ж3 серьезное ослабление, вроде бы воздвигаются пешечные преграды на пути черных фигур, на самом деле это плохо для белых. Ладья А6, Конь А4, Конь на краю доски позор, то есть лучше было, видимо, отойти слон Ж2 и на ход Д6 пойти Конь Е4. Выглядело вполне разумно, Конь приближается поближе к королю и опять же атакуем черного слона на Ц5. Слонам нужно отступать, чтобы не потерять важного слона, который может опять же атаковать короля. А вот Конь А4, Конь на краю доски, тут уже поле А7. То есть не только ладью пропустили, но еще и поле А7 освободили для слона, слона спрятали, Конь стоит плохо, слон Ж2, Д6, Ферзь Е2. Остается буквально один ход, чтобы развить фигуру, ну а черный тем временем подключает, друзья, единственную фигуру, которая не играла. Поэтому не забывайте, важный момент, когда нет еще мата, Михаил Тали учил, надеюсь, вы все помните, что нужно подводить последние ресурсы поближе к центру. Поэтому, владея Е8, посматриваем на Ферзя, ну и готовим потихоньку штурм на королевском фланге против белого короля. Ф3, Ферзь Е5, Конь С3, наконец-то, белые опомнились, возвращают коня назад, Ферзь Е5. Ну и как здесь лучше защищаться? В партии последовал ход слон Х1, была еще интересная ситуация с ходом Х4. Допустим, можно ответить, владея Ж6, если вдруг белые неаккуратно сыграют король Х2, на самом деле другого хода особо и не видно, ферзям как-то не хочется идти на поле Ф2, там как-то и под конь 3 какие-то ходы можно попадать. Ферзь Ф2, тут и конь Ж4 при случае, ну конь 3 помогает. Теперь, если вернуться, то просто разменяться на С1, допустим, владея С1 и пешка на Ж3 потерялась. Поэтому явно хода Ферзь Ф2, друзья, просто-напросто нет. Остается только ход король Х2. Но тогда можно побить вот так вот красиво. И на самом деле непонятно, как же атаковать белого короля. Но здесь ход, который изъевают многие шахматисты, это ход назад. Конь Ж6, ферзь К4 атакована, если владею защитить, дали шаг, отыграли коня, но и видно, что атака продолжается. Допустим, слон Б2, Ферзь Б4, слон С1, потому что пункт Е3 трещал, владея и слон атакуют. Конь Ф4, Ферзь Д2, Ферзь Э5. Король Ф1, можно развить слона, коня брать нельзя, ввиду мата. Дали шаг и дали мат. Так вот тоже могло все закончиться. Ну и давайте, друзья, посмотрим на ладе Ж6, король Х2. Может быть, можно просто королем убежать после хода конь Ж6 через Ф2, либо через Х2. Дали шаг, король Ж1. Конь Ф4, пользуясь связкой, на размен Ферзь Г5. А если забрать коня, заберем шагом, а угрожает конь Х3. Допустим, король Х2 избавились от хода коня Х3, но шаг. И простой ход слона Х3. Видно, что крепость рушится, взламываем. В случае размена снова теряется Ферзь. Ну и угрожает и конь Ж2, и слон Ж2. Партия будет, опять же, для черных выиграна. Все фигуры в бою. Еще три фигуры фактически без дела стоят. Давайте, друзья, вернемся. На Ферзь Х5, слон Х1, белый Ферзем защищает пешку Х2. Но красивый удар конь С4, это 18-й ход. Соперник сдался. То есть, много ударов по пункту Е3. Если коня не уничтожать, мы именно сюда и побьем, заберем пешку. А если забрать, то простой удар владея Е3. И вот он, слон злодей, добрался до белого короля. Если забрать, съели шаг. На взятие, конечно, мы поставим мат. А если же не брать в этой ситуации, после владея Е3 хода, попытаться хоть как-то уклониться, допустим, ходом Ферзь Х2, можно просто коня забрать. Ферзь связан угрожает Ферзь Х2 мат. Ну и, как говорится, попробуй защитить здесь. Слон А6, слон Ф2, владея Е2, допустим. Ну и просто Ферзем, либо пешкой забрали. Партия выиграна. Можно так даже форточку сделать, пешечную структуру испортить. А можно не портить Ферзь А6 и на все телодвижения с ходом владея Е1 связаны. Либо сыграть король Ф8, либо слон Е6, либо владея Ц1 на размет. То есть тут тоже партия сделана. Поэтому, друзья, вот такой вот красивый удар. Конец А4, соперник, сочетав все варианты, просто-напросто остановил часы. Вот такой вот у нас сегодня, друзья, Будапештский гамбит. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк. Всем добра, хорошего настроения и красивых шахматных побед.